Давайте тогда, расскажу, я могу вас попросить, кстати, да, давайте я тогда немножко смею веточку. И право-правильничное отдело мастеров в Европе. Простой черепник, который защищал от самых простых элементарных ударов. И хельм, простой шлем. Вот такую вот шапку, если убрать, ну вот, если убрать личину, получается вот шапка. Вот такой вот хельм. Не было, изобретали все с нуля. А вы могли сдавать вот такой вот черепник и вот такой вот хельм. Соответственно, европейцы по голове вас не контузят. За счет наносника, вот вот этого, вот сейчас я покажу. Вот я бродоксом. Или какой-нибудь мечом. Да. То есть даже вот так вот по диагонали я ест не ношу, да? Я надеюсь, что я не сильно заделал. Не, нормально. А я смотришь опять. Панамка. Да, панамка. Пользуется дикой популярностью. Отличная каска. Ее в основном использовали простые пехотинцы, но тем не менее не брезговали даже короли. Ричард Львиное Сердце ее очень любил. Он, конечно, был великовозрастным болваном, но вот такой вот удар. И молодому человеку, ровным счетом, ничего. Посильнее наносить не буду, потому что все-таки без подоспешника и кайфа. Но тем не менее. Слезает. Но тем не менее. Юрий, поправь, пожалуйста, шлем. Если я нанесу удар в лицо, у человека лицо не защищено. У европейцев правил учился. Ухаживать за доспехами, ухаживать за конями, ездить на конях. Помимо всего прочего он обучался грамоте, юриспруденции, богословию. То есть всем тем наукам, которые необходимы были образованным человеку. Когда молодой человек достигал 15 лет, он становился оруженосцем. То есть он уже не работал на кухню, он уже не работал на конюшне, он уже ничему не учился. По факту он учился воевать, махать мечом. Соответственно, в 20 лет, когда он уже достигал совершеннолетнего возраста, его посвящали в рыцаре. То есть, соответственно, теперь ты защищаешь сирых, обиженных, убодих. Твоя задача служить своему господину. Все. Больше ни одного удара ты стерпеть не должен. В общем, заняться скандалом и интригой расследований, то у простолюдинам все было гораздо интереснее. Электричества, не было горячего водоснабжения, не было центральной системы отопления, не было интернета, не было. Были феодалы, были налоги, был тяжелый труд, были эпидемии, войны, голод и прочее. Но вот рождается наш простой крестьянин. До трех лет его никак не трогают. Живет и живется. Учат чему-то говорить, учат.